всем привет кто меня смотрит и кто случайно заглянул на мой канал сегодняшнем обзоре я хотела бы показать свою любимую цветунью если вы помните в прошлом году она цвела весь прохладный и холодный период года цветение продолжалось больше полгода как вы видите в этом году она уже цвету первый цветонос появился после того как на улице температура в ночное время упала до плюс 15 градусов цветение которое вы сейчас видите на экране у нее не одновременно и постепенно и первый цветонос который находится ниже растения он появился три недели назад выше же цветонос был распущен всего три дня назад если вы уже поняли это разновидность лекаст растение которое относится к многочисленному семейству орхидейных группа насчитывает более 50 разновидностей произрастающих в индии центральной и южной америки природный ареал обитания лекаст это дождливые тропические леса гор и равнин также можно встретить и произрастающими на земле но в большинстве своем они являются эпифитами произрастающими на ветвях и деревья оплетая их подобно виноградной лазе рот лекаст имеет очень интересное строение основой которой являются псевдобольбы которые обладают яйцевидными и грушевидно уплощенными псевдобольбами выбрасывающими по одному или несколько продолговатых складчатых листьев характерную особенность который имеет этот род это сбрасывание листьев после естественного периода покоя гордость этого вида орхидей являются экзотические цветы цветоносы которых обычно бывает несколько появляются у основания псевдобольб и на высоком стебле несут только по одному долгоживущему цветку восковой структуры большинство разновидностей этого рода имеет нежный и приятный аромат разновидность которую вы сейчас видите на экране она имеет запах корицы цветы у нее лимонного цвета я не знаю почему камера не передает ее естественный окрас очень жаль хотелось бы ее показать во всей красе как вы видите на данный момент она в цвету и также имеет точку нового роста уход за этой группой орхидей если вы помните в коллекции у меня есть еще и род англуа они очень схожи по своему содержанию это те орхидеи которые требуют достаточной влаги это довольно благолюбивое растение и также очень хорошие обжоры удобрения для этих двух разновидностей это лекарства и англуа я вношу как и через корневую систему так и по бульбам внося удобрения по псевдобульбам я снижаю ее концентрацию также наблюдаю за почками которые находятся у основания псевдобульб чтобы их не залить так как малейшая влака очень негативно отражается на начальном развитии этих почек освещение для этих разновидностей я предоставляю невысокая интенсивность которого составляет 20-25 тысяч люкс конечно для этих разновидностей так как они находятся в постоянно влажном грунте нужно хорошая вентиляция грунт в котором у меня посажена эта группа я уже вам показывала в отдельном обзоре когда я производила посадку этой же лекарства которые вы сейчас видите на экране грунтом я беру кокосовые чипсы из сосновую кору средней фракции в равных пропорциях также я добавляю немного мха и укрепляя растения посадки по краю горшка я прокладываю органическое удобрение это кони навоз навоз я беру в маленькой пропорции чтобы в дальнейшем не получить ожог корней вот вроде бы и все что я хотела вам рассказать о своих самых любимых разновидности архитийной группы они мне нравятся своей изысканностью элегантностью и также требовательном к себе уходе сейчас я хотела бы с вами разглядеть эту красотку поближе цветок этой разновидности достигает до 10 сантиметров в диаметре имеет восковую структуру и как я уже выше сказала приятный аромат корицы посмотрите какое красивое сочетание цветов на зеленом фоне ярко-желтая губа губа имеет форму голубки который имеет клювик и ушки этому цветков уже три недели выше же цветок который распустился три дня назад он имеет более нежный окрас лимонного окраса и такую же красавицу голубку внутри губы само растение очень огромных размеров которые имеют три псевдобульбы самая высокая всегда бульба достигает высоту примерно 15 сантиметров мои два пальца приобреталась она из двух псевдобульб на заднем фоне имелись две мелкие псевдобульбы но они со временем отсушились третью псевдобульбу эта орхидейка надула уже в моих условиях она тоже не маленьких размеров но намного меньше предыдущей на данный момент орхидей имеет новый ростик ростик хороший мощный появился он когда температура опустилась ночное время до плюс 15 градусов и как вы видите в активном росте развиваться он будет в холодный период и может к середине весны он оформится в хорошую взрослую и крупную всегда бульбу я думаю что всегда бульба будет больше по размеру предыдущей на заднем фоне этой картины имеется новый отдельный ростик вот он этот ростик я хотела его пересадить в отдельную посадку но мне это никак не удалось посмотрите он имеет один единственный корешок который глубоко ушел в грунт как бы мне не хотелось но мне придется его оставить в этой посадке единственное крепко зафиксировать его в одном положении развитие куртины у этой орхидейки мне очень нравится посмотрите она идет по окружности давая мне еще несколько лет содержание в этом грунте и в этой посадке так как всегда бульбы будет развиваться по окружности и за край горшочка у нас никто не полезет такое поведение у этой картины мне очень нравится также нравится ее цветение которое продолжается как я уже неоднократно вам говорила в этом обзоре больше 6 месяцев на этом я с вами буду прощаться всем спасибо что были со мной что смотрите меня до свидания и до новых встреч на моем канале всем пока пока